Салют, друзья, у микрофона Мейстер, я и добро пожаловать снова в GTA 5! Сегодня мы постараемся выполнить сложный и крайне интересный челлендж. Нам необходимо будет проехать всю карту, имея при этом 5 уровней розыска и без возможности пользоваться клавиатурой. Вы, наверное, спросите меня, ты что задумал? Это невозможно! Но на самом деле всё вполне возможно, ведь можно перенастроить клавиши и использовать для управления лишь мышку. Управлять машиной с помощью поворота мыши, использовать одну кнопку для газа, другую кнопку для тормоза. Профит! Но чтобы усложнить наш челлендж, у меня будет, да всё про всё, только 30 нажатий клавиш. Смогу ли я справиться с этим челленджем и сколько мне потребуется попыток, или же я по полной облажаюсь? Это мы сейчас с вами и выясним. И, кстати, если у вас есть интересные идеи для челленджей, то обязательно напишите их в комментариях под видео, а ещё заходите в мой телеграм-канал и делитесь ими там тоже. Ну что же, давайте начинать. Честно вам скажу, я ни разу в жизни не играл в GTA, управляя машиной с помощью мыши. Это же чертовски неудобно. Кто этим вообще занимается? Ну да ладно, это полбеды. Прямо сейчас мы находимся в международном аэропорту Лос-Антоса. Это самая нижняя часть карты, а нам нужно проехать её целиком и добраться до самой верхней части. Например, вот до этого мыса. И наш путь будет занимать ни много ни мало 13,5 километров. И всё это с пятым уровнем розыска. Ладно, время терять не будем. Нажимаем первую нашу кнопочку, газ, как вы понимаете, и начинаем разгоняться. Ё-моё, мне бы хотя бы из территории аэропорта выехать никуда, не врезавшись бы. Так что гоним прямо к выезду. Если мы выйдем на шоссе, то это будет гораздо проще. Капец, эта тачка неповоротливая, она ещё и тяжёлая. Ворота? Здесь всегда были ворота? Ё-моё, а как? А как? Я не хочу здесь застревать, как нам проехать эти ворота? Блин, придётся нам нажать вторую кнопку. И третью кнопку нажать. Три кнопки потратили только на то, чтобы выехать с территории аэропорта. А это ещё нас полиция начала тут нагревать. Ладно, там в любом случае были ворота, которые я никак не смог бы объехать. Нам нужно выбрать хорошую траекторию. Ехать по GPS это, в принципе, правильное было бы решение. И самое лучшее решение было бы выехать сразу на какой-нибудь шоссе. Но мне сейчас самое главное, блин, никуда не врезаться. И тут же я куда-то врезался. У меня есть идея, как мы можем здесь проехать. Вот здесь есть съезд наверх. Если нам не помешают, мы сможем здесь вылететь с территории аэропорта. Только не переворачивайся. Если тачка перевернётся, это будет для нас определённый конец. Ладно, всё в порядке. Разворачиваемся и едем дальше. Блин, надо как-то по GPS, наверное, придерживаться. Давайте здесь поедем. Потому что там дорога, я знаю, выводит прямиком на шоссе. А если мы выйдем сразу на шоссе, то дальше будет проще простого. Пока что мы нажали кнопку только три раза. И будет хорошо, если так будет продолжаться дальше. Ё-моё! Нас полиция нормально так здесь нагрела. Нам бронежилет сняли. Сейчас могут и всё хп снять. Нас же ещё и убить могут, ё-моё. Ё-парасоте! Что происходит? Тачка, переворачивайся! Они нас зажали. Я не могу отсюда выехать. Никаким образом. Ладно, нажимаем зад. Вот, давай-давай-давай, выезжай. Тревор, тебя сейчас убьют. Ладно, будем считать, что первая попытка была разогревочная. Теперь мы уже знаем, что нам грозит впереди. Это в первую очередь ворота, которые мы просто так объехать не сможем. И, скорее всего, там в любом случае придётся потратить клавиши, чтобы не идти ва-банк. У нас их всего лишь 30, но лучше потратить одну здесь, чем сильно протупить и снова умереть. Так что сбрасываем скорость, врезаемся. Блин, я смогу выехать? Да, всё, две кнопки всего лишь потратили и едем дальше. Ещё я понял, что нам нужно сразу выезжать на шоссе. Полиция, не тараньте меня. Они пытались меня развернуть, видели? Здесь самый лучший вариант, я думаю, будет выезжать сразу на автостраду. Потому что это автострада, ё-моё, там несколько полос и там нам будет где развернуться. Если ехать по городу, то там полная задница. Мы не можем проехать ни одну улицу, особенно если нас бортанут. А сейчас, смотрите, какая красота. Правда, в любом случае сейчас придётся ехать по городу. И самое главное, чтобы нас здесь, блин, никто не подрезал. Автобус... У меня сбрасывается пятый уровень розыска. Вы что, серьёзно, что ли? Я думаю, это ненадолго. Понятное дело, меня здесь уже встречает полиция. Причём, в нормальном таком окружении полиция меня встречает. Оживлённые улицы Лос-Антоса. Здесь полно перекрёстков, полно красных сигналов светофора. И если нам повезёт... Тревор, как ты задел эту машину? Я пытался её объехать, ё-моё. Ты ещё и водителя убил. Какой ужас. Но пока всё складывается неплохо. Мы уже проехали три, между прочим, километра. И выехали в центр Лос-Антоса. Через это всё оживлённое движение. Полиция, вы какие дороги перекрываете? Я не по той полосе еду, если что. Великолепно всё идёт. Всего лишь два нажатия клавиши. А мы уже выехали из Лос-Антоса. Если так пойдёт дальше, мне кажется, я... Поставлю новый мировой рекорд. Или нет? Или нет? Тревор? Блин. Вот задница. Так, сдаём назад. Что нас блокируют? Что блокируют сзади? Я видел, там проезжал автобус. Я застрял, ё-моё, здесь. Придётся разворачиваться. Два раза пришлось нажать клавишу. И, судя по всему, это не предел, потому что я опять застрял. Пятый раз. Тревор, давай, разворачивай эту колымагу. Пожалуйста, разворачивай её. Давай, разворачивай машину. Так, всё. Шестой раз. И едем дальше по прямой. Блин, хорошо всё шло, но всего лишь один раз нас бортанули. Тревор, ну ты что делаешь? Я опять врезался в фонарный столб. Ладно, сдаём назад. Это седьмой раз. И сразу в восьмой раз у меня хп уменьшается со безумной скоростью. Я не хочу здесь сдохнуть. Отъезжаем назад. Нет. Ну ладно, вторая попытка вышла лучше. Мы сдохли уже, по крайней мере, на выезде Золос-Антоса. Выезжаем по новой. И я думаю, может быть нам в этот раз поменять тактику. Например, поехать по железнодорожным путям. Но в любом случае полиция будет постоянно щемить на обычных автодорогах. Но если мы выйдем на железнодорожные пути, то там скорее всего сможем их объехать. Я не знаю, насколько это хорошая идея, потому что там нам может выезжать поезд. Но давайте попробуем сейчас так или иначе. Всё, проезжаем ворота. Два раза опять нажали кнопку. Видимо, это будет для нас стандарт. База такая соответствующая. Если я хочу выехать на железнодорожные пути, то нам нужно ехать по нашему первому маршруту. Потому что там можно проехать в гетто, где они как раз таки и проходят. И уже выехать без проблем за территорию города. Честно вам скажу, не уверен. Прям вообще не уверен. Хоп, айо, как я там полицию развернул. Меня бы сейчас так не развернули. Тревор, ты опять застрял? Ты серьёзно? Ты серьёзно, Тревор? Ну как можно было застрять на ровном месте? Здесь ещё проблема, знаете, в чём возникает? В том, что я не могу крутить мышкой, чтобы смотреть по сторонам. Я могу только смотреть вперёд. И это, честно говоря, подбешивает и немного мешает. Так, Тревор, вставай на колёса и разворачивай машину сразу. Всё, ладно, отсюда смогли выехать. Правда, четыре раза пришлось нам нажать клавиши, но ничего страшного. Мы ещё живы и мы готовы ехать дальше. Вот эти железнодорожные пути. Нам всего лишь здесь нужно выехать на них. Отлично, полиция в этот раз мне помогла. Ну всё, здесь можно чилить, здесь можно кайфовать. По этим железнодорожным путям мы без проблем сможем доехать до Палетто Бэй. Если нам не помешает поезд, опять же, и полиция, которая может здесь выехать. Выехать из ниоткуда. И мы выполним челлендж, поставив всё-таки наш мировой рекорд. Четыре раза нажав кнопку. Ё-моё, я не думал, что здесь такие мосты. Но они, в принципе, сбрасывают нам скорость. И это помогает... Кстати, пять звёзд розыска там, между прочим, мигают. Мы можем сейчас потерять наши звёзды розыска. Я, правда, думаю, это будет небольшое читерство в любом случае. Да, это всё-таки было бы реально читерством. Поэтому я заморозил наш уровень розыска. И теперь они точно не пропадут. А мы, между прочим, уже выезжаем по туннелю из Лос-Антоса. Я, конечно, не уверен, куда ведёт этот туннель. Но я надеюсь, мы едем в правильном направлении. И нам всё ещё не встретился поезд на нашем пути. И, слава богу, его самое главное будет объехать. И чтобы это не произошло на каком-нибудь повороте. Машина у Тревора крепкая. Я думаю, она не должна развалиться по пути. И всё. Мы выезжаем. Нас здесь ещё встречает и шоссе дополнительное. Слушайте, всё складывается великолепно. Полиция действительно едет по автодорогам снизу. И смотрите, в каком количестве она там едет. Нас здесь никто абсолютно не трогает. Мы спокойно себе сейчас доберёмся до Палетобей. Надо было сразу с этого начинать. Таким образом, можно с лёгкостью сказать, что этот челлендж вполне выполним. Если немного подумать своей головой, если ты хоть немного разбираешься в GTA 5. А я, как вы знаете, профессионал GTA 5. Самое главное, обхитрить систему. Шесть раз мы всего лишь нажали кнопку, а уже проехали четыре километра. Осталось всего лишь девять. Ё-моё, девять километров. Здесь скорость не такая большая на железной дороге. Самые большие сложности, я думаю, у нас будут непосредственно в Пале Тубе. Потому что, в любом случае, железнодорожных путей нам придётся сворачивать. И ещё каким-то образом умудриться доехать до мыса. И вот сколько уже еду, я всё ещё не могу понять. А где, блин, поезд? Я всё ещё его не встретил на своём пути. Как будто он прямо сейчас мчится позади меня и пытается меня догнать. Встретились мы всё-таки с полицией на жизнодорожном переезде. Но едем дальше. Чух-чух, ёпты. Остаётся чуть меньше семи километров. Мы уже заезжаем в Сэнди Шорс. И всё это по железнодорожным путям. Где нам никто не может побежать. На самом деле, я привык к управлению машиной с помощью мышки. Это не сказать, что удобно. Но, в принципе, ко всему всегда привыкаешь. А вот и поезд. Господи, как же ты не вовремя здесь так узко. Ладно, быстренько мы сейчас объедем. Тревор, ну тебе же нужно обязательно было задеть поезд. И обязательно тебе нужно было врезаться в это дерево. Полиция уже догоняет. Я не хочу здесь помирать. Нет. Будем нажимать кнопку. Я не хочу здесь помирать. Сто процентов. Едем вперёд. Два раза пришлось опять нажать кнопку. На жизнодорожный пути я уже возвращаться, пожалуй, не буду. Дальше поедем по шоссе. Сейчас я не хочу рисковать. Хотя, возможно, я наоборот сильнее рискую, двигаясь по дороге. Потому что полиция меня обстреливает. А здоровье у Тревора не бесконечное. Особенно под прямым обстрелом. Но у нас ещё есть немного бронежилета. А до конечной точки остаётся 4,5 километра. Половину маршрута. Мы уже проехали. Можно сказать, что мы уже на финишной прямой. Капец. Я буду удивлён, если у нас всё получится с третьей попытки. Потому что перезапускаться снова я не горю желанием. Но хотелось бы всё это проделать всего лишь один или два раза, нажав кнопку. А в результате происходят вот такие моменты, из-за которых мы теряем контроль над ситуацией. А нам нельзя терять контроль над ситуацией. Хорошо, хоть полиции здесь не слишком много. И они не очень умело перекрывают дорогу. Мы без проблем можем объехать эти блокпосты. Что происходит? Ладно, всё в порядке. Можно ни о чём не переживать. Я боюсь смотреть, что там сзади происходит. Потому что я по миникарте вижу, что за нами куча полицейских. Но они по-прежнему перекрывают дорогу непонятно для чего. Они перекрывают как будто только одну полосу. Мы без проблем проезжаем все эти блокпосты. И это с пятью звёздами. Ё-моё, ГТА. А тем временем 2 километра до финишной прямой. Мне кажется, что нам сейчас нужно будет сворачивать в сторону камней на этот пляж. Иначе я не уверен, что дальше мы сможем хоть как-то это проехать. Но ё-моё, это опасная затея. И это ещё опасное столкновение было. Ну хотя бы здесь меня не убейте. У меня половина хп осталось. Чтоб мог подумать, что доехав до Палету Б, я не буду чувствовать себя в безопасности. А вот и камни. А вот и камни. А сможем мы эти камни-то объехать? Нам нужно на пляж. Давай-давай-давай, Тревар. Отлично, всё, объехали камни. Слушай, я тебе отжимаю кнопку газа и всё равно еду без проблем. Я не удивлён, что люди, которые играют в GTA, даже водить не умеют. Они знают только одну кнопку. Это W. Чтобы ехать вперёд. Они не знают ни про какой тормоз. И благополучно играют. Осталось 500 метров. 500 метров до конечной точки. Я уже вижу наш мыс. Только как к нему проехать? Справа камни. Видимо, проезжать придётся с этой стороны. Мы уже на финишной прямой. Я всё-таки газ отожму. Чтобы здесь проехать без проблем. Чуть в воду не попали. И мы на финише. Мы смогли его достигнуть. И это с третьей попытки. Благодаря моему гениальному мозгу, что нам нужно было ехать изначально по железнодорожным путям. Можно сказать, что я без каких-либо проблем выполнил этот, казалось бы, нереальный изначально челлендж. Но сейчас мы его делали с пятым уровнем розыска. А что, если я включу мод на хаос? Когда каждые несколько секунд будет происходить какая-нибудь дичь и попробовать выполнить то же самое. Что вы об этом думаете? Дайте мне знать в комментариях. Также поставьте свои лайки за эту идею. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать будущие видео. У микрофона был Мистер Кей. Всем удачи и пока.